И всем привет, ребят, с вами Мистер Банка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас полноценный обзор на новый спецрежим, который у нас появился, это уже третий спецрежим за последние две, можно сказать, небольшом недели, и сегодня этот спецрежим будет связан с пушками Бонки на карте Форест в формате контроля точек, скатаем этот режим, посмотрим, насколько он фармовый, насколько большое количество кристаллов вообще в нем реально заработать, и есть ли жесткий профит в этом режиме, ну и заодно проверим вообще сам интерес, я беру сразу же Хоппер под этот режим, потому что полноценные ваншоты на постоянной основе работают в этом режиме, и использование среднего, либо тяжелого танка в этом режиме не имеет никакого абсолютно смысла, то есть все, что вам нужно сделать, это взять любой из легких корпусов в этот режим, так, нас запикивают уже довольно сильно начатую катку, поэтому давайте лучше перепикнем чтобы там было, ну не 6 минут, а хотя бы каких-нибудь 10, 15, вообще новую было вообще шикарно сыграть чтобы посмотреть полноценную прибыль нету смысла использовать никакие средние, никакие тяжелые танки ВАСП, Хорек или Хоппер это то, что вам нужно, но Хоппер за счет страйфов за счет своей маневренности может выигрывать большое количество эпизодов, дронов в этом режиме дополнительно нету, поэтому все, что вам нужно делать, это акцентировать свое внимание на одном дропе это дроп нитра, да, то есть использовать какую-то другую расходку в этом режиме особо смысла нету ну и конечно же за счет того, что вы играете на легком танке нужно стараться всегда предугадывать сможете ли вы быстрее выстрелить по противнику, чем он по вам и за счет этого как раз таки делать намного большее количество киллов хоп-хоп давайте вот так вот залетим отлично, шикарно так, ну и будем стараться здесь контролировать ситуацию посмотрим вообще сколько киллов реально дать на такой комбинации за матчмейкинговую катку в теории это количество киллов может быть даже больше чем количество киллов, например, на например, на каком-то обычном вооружении и плюс есть также возможность поимки дополнительных голдов потому что здесь шансы увеличены и кстати, это первый обзор на эту карту я на этой карте играл только два раза в рамках стрима а в рамках именно... ой, я не успел а в рамках именно видеоролика я на этой карте не играл поэтому я бы вам хотел вообще сказать, что эта карта ну довольно крутая, довольно крутая мне лично она понравилась ух, еле-еле успел дотянуться до этого молодого человека так быстро на скорости, конечно же, втушиваем 10 киллов уже за 2 минуты, блин по идее в таком режиме можно вообще большое количество киллов накидать единственное то, что это ЦП да, а в ЦП у нас количество кристаллов, которые вы можете получить оно не супер большое оно не супер большое и это все прекрасно знают и понимают поэтому здесь могут быть свои такие, ну, небольшие проблемочки но посмотрим посмотрим, может быть может быть по кристаллам все здесь будет в полном порядке опять миночку ставит молодую человечку ладно давайте я впервые прожму аптечку чтобы он меня как раз таки не мог слить миной этот молодой человек так, делаем такой аккуратный старый парик ай, не успел добавочку дать без нейтре уже, конечно, чуть-чуть посложнее но вообще, я так думаю, что в этом режиме за бой можно даже каких-то 50 киллов давать смело 50 киллов вообще на бонке если еще и у тиммейтов не будет там супер хорошо получаться давать эти киллы то я думаю, что это будет очень хороший результат желательно, конечно, ловить тайминги, чтобы вас не сливали, а вы накидывали большое количество урона чтобы у вас по очкам ситуация была значительно-значительно лучше, чем у ваших тиммейтов и противников но здесь, по сути, можно очень много жить если вы будете всегда быстрее стрелять по противнику, чем они по вам если вы будете грамотно действовать ой, сейчас я, конечно, грустно промазал но у меня теперь уже впервые выстрелы есть хорошо, добавляем ну и здесь, конечно, можно тоже очень неплохо понимать четко, да сможете вы убить того или иного противника если вы играете на легком как раз-таки танке да, вы можете спокойно предугадывать примерно где будет находиться противник, да и уже играть на опережение я думаю, что если я чуть-чуть подольше поиграю в этом режимчике то могу еще лучше читать и понимать, насколько быстро мне надо бонкнуть чтобы уничтожить того или иного противника особенно если эти противники играют на средних либо тяжелых танках я думаю, что с этим вообще никаких абсолютно проблем не будет то есть можно будет и так стрейфить и на стрейфе уничтожать можно будет, хоп, так обманывать оп, обманочку вот такую делаете оп, он разряжается вы к нему подкатываете и бам ему в эту голову как даете со всей силы либо вот так просто да, то есть реакции не хватает у молодого человека либо просто АФКшник вы ему тоже приезжаете в эту головешку как даете с этого бонка добавляете тут титанчик какой-то подлагивает аа, понял аа, понял, понял, принял аа, вот так вот, да, бывает так вот едет, лагает, лагает и ты даже мимо, короче, стреляешь 23 килла у нас уже есть неплохой результат попробуем увеличить это число попробуем сделать здесь ну, хотя бы 50, блин случайно, но танк сверху налетел ну, блин, а что за приколы? ну, что за лаги? почему эти лаги всегда происходят в самые неподходящие моменты когда я пытаюсь кого-то уничтожить так, у нас, кстати, у вас потому что неплохо наваливает сразу на опережение бах, туда этого викингу добавляем так, ну, это похоже, кстати, на досрочку ммм, не хотелось бы, если честно видеть ее ну, по крайней мере, не такую быструю хотелось бы видеть так, вот здесь, кстати, неплохо так на аккуратном аа, отходике назад получилось уйти от дополнительного выстрела 26 киллов у нас видите, единственное плохо, что это ЦП и то, что в этом ЦП есть игроки аа, которые зарабатывают очки подбором точек да, а я, например, если буду акцентировать внимание только на киллах да, то есть я не буду супер большой супер большой отрыв делать от них а если я не буду делать супер большой отрыв то, соответственно пересталов-то за бой я тоже не такое большое количество заработаю но, если учитывать тот факт что в этом режиме вы не тратите никакие дроновые расходники да, дополнительные плюс в этом режиме повышенные шансы выпадения золотых ящиков и вы можете акцентировать внимание как раз таки на них плюс имеете возможность играть против ваншотных танков ваншотных танков, которые играют неграмотно в этом режиме 100% будет много и за счет всего этого вы можете давать примерно такое же количество киллов как вы бы давали бы на какой-то супер имбовой пушке с кризисом в нашем матчмейкинговом бою ну вот единственный только минус это то, что это режим ЦП да, то есть если бы это был бы еще бы и не режим ЦП а был бы, например, захват какой-нибудь Флавя либо еще лучше это была бы ну хотя не знаю ДМ-ка была бы лучше или не была наверное лучше была бы, да, ДМ-ка с точки зрения кристаллов заработанных так точно была бы лучше и тогда бы здесь можно было бы вообще жутко наваливать контентику ну а так в целом, конечно сама карта прикольная да, я думаю, что Форест выглядит даже интереснее чем в свое время был Песок, да, в этом режиме и... ну единственное только вот минус формата да, то есть формат ЦП он не супер круто подходит для супер большого фарма кристаллов да, то есть если если не обращать особое внимание на то, что это ЦП то тогда ну можно сказать, что в принципе в принципе это очень здравый режимчик но сейчас мы вообще посмотрим сколько нам кристаллов дадут кристаллов я еще не видел в упоре промахиваемся ой бля, мой килл забрали может он развернут немножко в другую сторону сейчас на подъеме попробуем поймать нет, не поймаем не поймаем, к сожалению а вот тут вот тут поймаем хорошо, чуть откатик назад отлично какой-то хоппер уже хочет меня тоже на быстром своем танке поймать хочет мне в БМС нулевого урона кстати, тоже тут нету это тоже очень круто нулевого урона нету отлично добавляем еще пиночку какую-то я уже там поймал и добавляем еще ну голды сыпят а мы просто контролируем вражеский респ 42 килла за 9 минут боя и 6 с половиной тысяч за 9 минут боя я считаю, что это очень хороший результат если еще учитывать тот факт нету дронов нету дронов 6 с половиной за 9 минут то есть это в теории могла быть десятка за полный бой без голдов взятых хотя их можно было там ловить, ездить да и плюс и плюс и плюс и плюс это цп для цп это очень хороший результат прям суперфармовый результат если учитывать, что вы можете просто ездить ваншотить не тратить дополнительно расходку потому что расходка с дроном это ну совсем другие траты чем расходка без никакого дрона и вообще одна нитра да, то есть здесь можно просто на одной нитре играть вам не надо никакие припасы даже прожимать вы можете не жать ничего просто нитра но можно минки еще дополнительно ставить хотя этими минками тоже вряд ли кого-то уничтожить и упашечку такую контентовую можно набивать ну круто 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 что я могу сказать круто очень фармова может быть очень может быть фармова я думаю что я даже сам поиграю в этом режимчике не знаю конечно насколько у меня лично разыграется интерес и насколько я буду сидеть в нем долго но это неплохая вещь единственное я хотел бы посмотреть группой вообще можно сюда запикнуть кого-нибудь бы на группу позвать бы так чисто проверить Виталика позовем если он вообще в сети или не в сети если Виталичка в сети или Виталий не присоединяется кого можно еще позвать кого-нибудь позвать Дядя Димона позову Дядя Димон на месте либо Дядя Димончик тоже не на месте кто-то группа тот шпиль это не ну ладно если что потом проверим либо вы можете в комментариях написать пишите что вы думаете по поводу этого режима обязательно поддерживайте данный видос лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики если вам вдруг не приходят колокольчики то есть еще одна опция это перехода в наш дискорд сервер если вы в нем еще не сидите не знаете что у нас он имеется то в описании ссылочка на него тоже есть и все оповещалки о стримах и видосах приходят именно туда ну и конечно же не забывайте про текст создателя контента который находится в настройках игры в аккаунте кемолишься не так это так темп устанавливайте его поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов вся информация по розыгрышу есть в описании у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока спасибо за просмотр